Ветеринарная служба Российской Федерации Ветеринарная служба Российской Федерации Ветеринарная служба Российской Федерации Ветеринарной службы Российской Федерации Соответственно, в которых у нас выращиваются свинья. И, соответственно, смотрим, что происходит в личных подсобных хозяйствах и что происходит в дикой природе. Попросили тоже наш комитет по охоте, чтобы они нам давали всю необходимую информацию по дикой свинье. Все пробы мы берем. Ну, знаете, это вот несчастный случай. Все выводы по итогам. Сейчас наша основная задача – это обеспечить все противоэпидемиологические мероприятия. По завершению этих мероприятий мы проведем необходимый разбор полетов, как говорят, и, соответственно, примем все необходимые решения. Для области это очень серьезный ущерб. Он как прямой ущерб, потому что сегодня все мероприятия производятся противоэпидемиологически за счет бюджета Тульской области. Так, безусловно, это все влияет и на рабочие места, и на производство сельхозпродукции. Ну, пока мы, давайте, с выводами спешить не будем. Все выводы мы сделаем, ничего скрывать от вас не будем. Это самый крупный случай за российскую историю, когда поражено такое количество голов. 58 тысяч голов – это самое крупное поражение. А есть ли информация, что сейчас происходит на предприятии? Персонал предприятия распущен? Нет, ну как, персонал предприятия принимает участие. Здесь же на сегодняшний день это мероприятия, которые будут занимать не один день. То есть сейчас это противоэпидемиологические мероприятия. Потом нужно всю ферму будет защищать, то есть проводить всю полную, так сказать, очистку ее, стерилизацию. И дальше будем принимать решение, что делать по функционированию. Но нужно тоже понимать, ферме 34 года. Она не соответствует тем параметрам и тем правилам, которые действуют на сегодняшний день. Поэтому ведение самого хозяйства, оно привело к тому, что произошло заражение. То есть есть ряд пересекающихся позиций, а сегодняшние технологии, они другие. Поэтому, ну, еще раз говорю, это перспективы, которые мы будем, в итоге будем подводить чуть позже. Но сейчас другая задача. Любое горение, оно несет экологические последствия. Поэтому здесь, безусловно, это неприятно. Но другого пути просто у нас нет. Мы захоронить не можем это. Захоронению не подлежит. И сейчас вопрос, компенсации ли он пока не решен или решен? Что касается руководства Лазаревского? Ну, мы будем разбираться, будем смотреть пока. Компенсации кто? Что, чтобы Лазаревская нам компенсировала, вы имеете в виду? Нет, федерация или регион помощи? Федерация помощи никакой не... Федерация никаких компенсаций подобного рода эпидемиям не выплачивает. Поэтому, все, что касается... Я думаю, что у нас еще есть вопрос к Лазаревскому. По компенсации наших, до сих пор. Продолжение следует... Продолжение следует...